Царю небесный, утешителю души истинной, иже везде с их и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю, прииди и вселися вны и очистины от всяких скверных, и спаси блажей души наши. Ну, давайте, только я опять хотел напомнить, предупредить, вопросы, времечко, конечно, для больших пространных бесед мало, вопросы, вот существенно нужные, необходимые для спасения души, вот эта задача. Ведь могут быть много разных вопросов, нужных, важных, которых надо как-то разобраться и утвердиться в правильном решении, вот, а правильное решение может только Слово Божие нам дать. Вот что, у меня вопрос, присланный одной рабой Божией. Вопрос звучит так. Как уберечься от осуждения, обиды, когда самый близкий человек, муж, с которым 30 лет вместе, делает больно? Молитва не помогает, о ней в тот момент просто не можешь вспомнить. Как сохранить душевное спокойствие, мир в душе к этому человеку? Спасибо, Господи Божий. Ну, здесь, сказать, пространный вопрос, но его можно сократить. Говорят, молитва не помогает, потому что не молится. Ну, что об этом говорить? Молитва-то все-таки нужна. Да. Но если не молишься, потому что просто некогда, или что такое? Ну, что это такое? Ну, а тут как раз-то во всех этих ситуациях, в семейном ли вопросе, или вообще в жизни, в обстоятельствах, в обществе, без молитвы никак не обойдешься. Господь говорит, без меня не можете, творите нечасо же, ни в семье, ни в общении друг с другом, с кем-то, никак нельзя без молитвы, еще точнее сказать, без Бога. Потому что молитва наша к Богу обращена, если сердце полностью, все обращено к Богу, тогда сказать, что молитва не помогает, этого нельзя, не может этого быть. Когда с сердцем молимся, нам может казаться, что, ну, ничего не действует, но это не так. Потому что Бог слышит, даже какое-то сердечное движение, даже словами не выраженное, болезнование какое-то, обращенное к Богу, все Господь видит и откликается. Ну вот, и действует уже, да, ничего вроде бы там не изменилось. Все обстоятельства, отношения такие же тяжелые, но это не наше дело судить и разбирать об этом. Потому что это ложь так рассуждать. Почему? Ты говоришь, не изменилось. Отношения продолжаются такие. Слушай, а если бы не молитва, он бы давно уже умер и погиб. А ты об этом не знаешь. Отношения продолжаются тяжелые. Обмолиться надо, но и веровать. Обязательно Господь свое благо, милость, благословение не спосылает. И слышит человека искренне, молящегося, слышит обязательно. И что-то делает благое, обязательно Бог благ. Вот. И поэтому понятие или вопрос о молитве и обращении к Богу, это самое, как говорится, сердцевина, сокровище нашей души и разума. Понятие, нельзя нам жить без Бога. Быть с Богом, значит, надо к ним обращаться за помощью. Потому что мы твари, то есть творение. И сами по себе быть не можем. Нам надо быть с Богом. И в этой жизни, и во веки веков, молитва нас соединяет с Богом. Но молитва требует еще и дел. И об этом мы неоднократно говорим и напоминаем. Сам Господь говорит, что вы зовете меня Господи, Господи, не творите я же глаголь. Дела требуются. Какие дела? Ну, конечно же, исполнение Слова Божия. Ну, где мы найдем какое-то правильное, разумное понятие о том или ином вопросе жизни ли вообще общества, мира, семьи, с кем-то другим человеком каким-то. Как правильно все строить свое отношение, как глядеть на все окружающее. Только Господь, Бог нам откроет через Слово, Слово истины. А истину надо любить. Бог есть истина. Господь говорит, аз есть путь и истина. И жизнь. О, жизнь, слышите? О, жизнь неладная. Что-то взаимоотношения никакая. Будут дела истины. Значит, истина изменит человека. Это несомненно. Примеров тому в виде великое множество в истории всего рода человеческой. И в Ветском Завете, и в Новом. И в настоящее время. Многократно. Особенно. Вот из служения священника, как много это видно, когда поисподи приходит, слышишь. Действительно дивные, потрясающие чудеса, которым просто невозможно не поверить. Да. И по сей время Бог вчера, днесь и вовеки той же. Бог не изменяется. И потому промышляет о всех людях. И как в былые времена, как в настоящее время и вовеки одинаково. Никого не предпочитая. Бог не лицеприятен. Всех истинно, кто чего достоин по предповедению Божию, по всеведению. Бог все исполняет и дарует. И потому этот вопрос, так сказать, как не судить человека. А тут отвечать-то на это нечего. Есть прямая заповедь. Не судите. Да не судими будете. Что тут уж тут разбирать. Надо исполнять. Вот. Если сказано, судите судом праведным. Это не означает осуждение. А это означает нашу обязанность. Какую? Ну, скажите, ну, вот родители дома. Ну, каждый день в течение дня сколько приходится суда совершать над своими же детишками. Да. Что-то он сделал неправильно. Ну, нужно же рассудить. Да. Он виноват. Но он виноват вот здесь, пред твоим лицом. Пред твоим разумом. А в предвидении Божием мы не знаем, что из этого малышки вырастет. Как он будет ли он осужден или оправдан. А нам надо бы вот за какой-то его данный проступок рассудить и сказать, что вот за этот поступок тебе предлежит осуждение. Но не я тебя осужу, а предупреждаю, обличаю, говорю, жестко, мягко, твердо, но не оставить без внимания. Потому суд вот наш в таком плане, вот, а говорит, согрешит брат твой пред тобой. Слышите, согрешит. Значит, он проступок сделал. Значит, если он согрешил, значит, должен быть осужден. А нам, говорит Господь, говорит, не осуждайте что-то у нас, это не ваше дело, это Бог. А, говорит, обличите. Обличить, это не означает прям его осудить. Но ты обличил, помог. Да, показал. А обличить может быть и строго. Особенно в семье с детишками. Так это просто необходимо как-то. Да, если не будет этого, ребенок просто, ну, не поймет. Вот, своего преступления, ну, конечно же, жестоко поступать, ну, тоже это несправедливо. Обличи, говорит, послушает. Ну, не послушай, что ты будешь его избивать, что ли? Так, говорит, сделай, поступи. Не избивай, говорит, другого, при двух-трех свидетелях. Пусть он, говорит, не послушает. Церковь, а тогда, говорит, будьте язычниками Италии, опять не убивать, не мучайте его так. А отношения должны быть уже какие-то другие. Но молиться не запрещается. Все равно молиться надо, друг за другом, всем кого-то. Ну, вот, приблизительно уж по этому вопросу можно было порассуждать. Иисусову молитву можно ли иметь в уме, занимаясь какими-то мирскими делами? Ну, там, вне зависимости, работаешь, там, едешь или в транспорте, или там, ну, вообще. Тебя как звать? Олег, раб Божий Олег. Олег, дорогой, не то что можно, а даже обязательно нужно. Обязательно. Где дим ли, пьем ли, или иное что делаем, говорит апостол, да. Все во имя Божие делаем, во славу Божию. Без молитвы никак. И самая наилучшая, краткая молитва, это молитва Иисусова. Потому и святые отца говорят, нет, говорит, сильнее строчей и оружия, не здесь, на земле, не в жизни, как молитва Иисусова. Молитва именем Господнем. Христос Господь, Бог воплотившийся. Что еще может быть выше? Вот сегодня читали даже, мы имеем не такого первосвященника, да, который вот в храме ходит в алтарь, храм рукотворенный. Это архиерей, который, сидя на престоле величества, на небесах, это божественный престол. Если там, у престола, сам он является жертвой за нас, скажите, к кому же нам еще можно надежнее обращаться и всегда помнить? Христос Господь везде, и в транспорте, и где бы мы ни были, за каким-то рукоделием, да, это требуется. Есть определенное, может быть, времечко специально для молитвы, да, когда может быть, отключившись от занятия, но у нас такого не может быть постоянно. Это исключено, мы должны жить, как-то себя содержать, себя, семью содержать, других озаботиться. Это требует труда телесного, физического. И эта молитва, Олег, да, эта молитва даже у отцов считается даже превосходнее. Потому что одно дело, когда ты спокойно, никто тебе не мешает, ну, что тут уж такого развеликого. А вот когда ты занят, и по необходимости ты должен, скажите, вот, даже вот сегодня, вот пришлось мне слышать такое, да, когда, ну, к примеру, да, эта семья, там, ну, священника, у него малышка ночью, там, где-то, заболел, плакал, он не мог, и сказать, сам, а надо идти на службу. Ну, когда и ночью, там, и за малышкой помолиться надо, что, надо идти, а сколько таких вещей в мирской жизни, в семьях, когда, как бы, это человек уставший, больной, ну, попробуй, скажи, там, на работе, я заболел, я не пойду. Смотрите, да, а какая молитва уже при этом, да, как человек обращается, и когда мы видим помощь Божию, скажите, какое сердце исполняется благодарностью. И мы видим, бывают такие, что, да, вот так тяжело, болезнь болит, преневоливает себя ради нужды, ради любви к своим детишкам, ради к семье, идиот на работу, болезнь прошла. И это бывает настолько реально, скажите, уже человек опытно знает, это не без воли Божьей, не без любви, не без милости Божьей совершается, а Господь взирает на человека, который свою любовь к нему и к ближнему, вот, трудом, болезнью свидетельствует. Уже душа исполняется и сердце, и разум, благодатью, и самим реальным опытом. Вот Бог, вот вера, я ее сердце испытываю и понимаю. Вот, и когда человек так живет, посмотрите, сколько мы читаем жизнеописаний мучеников, с какой великой радостью идут на страдания. Да, потому что они получили это свидетельство в душе своей. Вот сегодня читали жития с этого мученика Мина. Мучители ему ноги, стопы отрезали, шкуру сняли. Потом он стоит на этих, на костях, освидетельствует, язык ему отрезал, язык вырезал. Потом уже это же глаза выкололи, да. Потом в темницу его там посадили. Ну, на другой день это мучитель его, говорит, вынести его, он думал, он скончался. А ему Господь в темнице явился. Все ему восстановило. Ноги, которые отрезаны, стопы, все на место. И язык, и глаза, все. Представляете, это был так поражен. И сам уверовал. Вот он. То есть свидетельства чудесные, они постоянно остаются. Бог всегда с нами. Достоин человек, но Бог взирает на трудящегося человека. Многими скорбями. Погабает нам войти в Царствие Божие. Потерпеть обязательно надо. Без скорбей нельзя. Премудро и очень точно говорит преподобный Авросий. Терпел Моисей, терпел Илья. Вот. Потерплю и я. Да. Значит, терпеть надо. Во имя Божие. Потому что терпят и разбойники, и всякие преступники. Но вот терпеть во имя Божие. Ради любви Божией, ради ближнему любви. Скажите, мы вот видим, сколько в семье, там, это мать или супруги. Никакую любовь к детишкам. А бывают такие жизненные обстоятельства тяжелые. Да. Это уже важное, великое такое дело. Вот. Ну. Вот в отношении молитв к Иисусу. И каждый тут без молитвы обойдешься. Это самое, потому что, когда ты что-то делаешь, ну, как можно какой-то канон читать там, да? Или еще книга, кратко, молитвка уже, она из древних времен, это известно. Вот. Хочу, говорит апостол, уме своим умом пять слов сказать. Эти пять слов к Богу обращенные, молитвенные. Святые отцы называют Господи Иисусе Христе помилами. Да. Ну, прибавили святые отцы еще три словечка. Сыне Божьи грешного, чтобы не забывали, что мы грешники. Вот. Вот это вот важно. Не забывать. Мы грешны. Нам обязательно нужно избавляться от греха. Нам нужно обязательно очищать себя. А очистить себя вот своими какими-то одними просто человеческими усилиями нельзя. Нужна Божия помощь. И первая эта Божия помощь – Слово Божие. Слово истины. Истина. Как апостол, Господь говорит апостолу впервые, говорит «чистый». Уже, говорит, за слово, которое я вам сказал. Слово вмещается в сердце человека. И оно очищает. От чего? От лжи. От неправильного взгляда, от неправильного мышления, ложного, которое, по сути дела, ложь и неправильное мышление – это и есть хула и прямо, можно сказать, восстание на Бога. Отсюда идет всякое заблуждение. Слово истины – это благовествование, благая весть, евангельское благовествование. Его надо вмещать в свое сердце, упражняться. Потому что здесь, на земле, ничего более важного и нужного для нас мы не найдем. Для этого именно Господь пришел, дал это величайший, ни с чем не сравнимый дар, который, если мы стяжаем, мы получаем вечную жизнь и вечное блаженство. И общение с Богом, быть с Богом другого образом, мы ничего не можем сделать. И это нам и должны понять, выжелать, иметь ревность к этому упражнению. «Слово Божие». И потому говорит, слово истины доселяется в ваши души, сердца со всякую премудростью. И объясняет дальше апостол, что как практически, чтобы это был ориентир, говорит, о всяких гнев, ярость, гнев, раздражение, хула и тому подобные вот эти вещи, даже именоваться среди вас не должны. То есть, чтобы слово Божие, слово премудрости вмещалось вот этим вещами, хотя как ориентир, вот обратить внимание. Он говорит, блудники, говорит, пьяницы, знаете, царствие Божие не наследует. Тут он же объясняет, как слово истины умудряет душу, сердце человека вот контролем, вот проверкой себя. Ну, для этого нам еще, чтобы, как сказать, не просто был контроль, а какой-то, ну, реальный плод, нужно поисповедовать. Поисповедовались, признали себя, получили прощение грехов, приноси плод покаяния. То есть, старайся на самом деле избегать вот того, что есть грех. Да, при помощи своего тела и души, и духа, обновление ума, говорит, да, а ум обновляется наш словом истины, опять говоря, да. Это обновление ума, а наш ум, да, он погряз и преисполнен греховными всякими мнениями, помышлениями, увлечениями. И вот как в помойке так вот все время плавает, кувыркается, надо вот из этой помойки сторнуть. Вытащить, как-нибудь омыть покаянием и врачевание, слово истины. Это, как говорится, ну, назови ее там, как же часто, ежедневная какая-то своего рода профилактика от духовных болезней, да, и упражнений есть. И сама жизнь уже человека, то же самое жизнь, те же самые, сказать, обязанности семейные, общественные, но уже пред лицом Божиим, во имя Божие, вот, добросовестно, со вниманием, что сознанием того, что Бог все видит. Мы у него как на ладошке. Один он сердце ведет, и это надо знать, и бояться, потому что если за каждое праздное слово ответ придется дать, значит, за нами идет какой-то контроль. Вот, где-то там мы сидим, говорим, а там записывается на экране, где-то, как назови, в современном языке, он там мобильники, или как это, видео, или что там. Вот, все записывается, все будет взыскано. Вот, потому что от избытка сердца, уста глаголит, сердце твое, ум твой нахватался всякой нечистоты, и оттуда изрыгается то, что там содержимое. Если, сказать, упражняйся в законе Божием, в слове Божием, и на деле исполняешь, ну, тебе не захочется заниматься этой даже помойкой какой-то греховной. Хотя, все равно наша душа настолько помрачена грехом, не можем мы без Божьей помощи от этого оторваться. При чтении акафистов, псалмов, храме, не всегда все понятно. И вот, можно ли молиться, когда не понимаешь, вот о чем говорится, ну, в псалмах, когда читают, можно ли молиться своей молитвой? Как тебе звать? Божий наш, Михаил. Михаил, то, что ты говоришь, это тоже мы можем отнести к естественному, даже, как так сказать, обыденному порядку. Ну, каждый скажет, но не всегда на службе. Мы стоим и все четко слышим, что на клиросе поют. Поют стихи, бывают очень-очень часто, ну, не разберешь. Ну, кому-то претензии давать, то, может быть, певчие, там не хватает кого-то, или не четко, или не громко, или еще что-то такое. Конечно же, в этом случае, да вообще, да и в храме стоим. Внимание должно быть к службе, да, насколько возможно. Но невозможно, что все за всем прямо уследить. Даже ты следишь, а какие-то вещи, может быть, тебе и непонятны. Да, даже вот громко читай, допустим, шестопсалмия, да. А бывают какие-то моменты, там, ну, и не совсем понятно. Кофизма читает, да. Это молитва Иисусова в храме должна совершаться. Ну, где-то можно и словами, и словами помолиться. Это не препятствует, это не запрещается. Ну, как-то молитва Иисуса, у тебя за кого-то переживает душа. Кто-то родственник, или еще знакомый заболел. Господи, ну, помоги. Уже молитва-то она другая, да. Как, насколько ты можешь, да. Но все-таки надо желательно по опыту и по совету святоотеческому более упражняться, пребывать лучше в молитве Иисусовой. Но так, чтобы все-таки и службу слышать. Вот, допустим, на клиросе поют. А вот, возьмите, в монастыре, вот там, синодики, поминания о здравии, о упокоении, да. И вот, знаете, бывает раздадут на клиросе, и ты стоишь, стоишь, поешь, так и у тебя синодик. Там Марья, Дарья, Варья, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну, когда же это кончится, уже все там это, только уже честнейшую, смотришь, дочитал. Ну, теперь можно так, да. Даже и вот эти моменты, вот святитель Феофан, как затворник, он советует. Все-таки внимание должно быть превосходящим образом на богослужение. Да, ты можешь даже, как-то, когда читаешь этот синодик, да, опоминовение, даже какую-то страничку, может, помолился, Господи, спаси, сохрани вот эти души, как-то с глазами зрителя, но даже для тех душ, кого упоминаешь, для них важнее, чтобы ты слышал службу, она им бы вменялась, вот, даже так. А ведь то, что там написано, Марья, Дарья, а кто она такая, я же не могу знать. Я могу только в какую-то молитву за нее вложить, вот молитвенное какое-то, сказать, воздыхание, или когда вот священник у жертвенника в алтаре опоминает, да, вот, частички вынимает, ну, кто, да, принесших и же ради принесуша. Это уже молитва, она имеет смысл. А когда просто имя, священнику это, сколько имен таких, а кто именно, нет, а когда вставляется какая-то молитвка и внимание к службе, важно, да. Вот видите, я к чему это говорю? К тому, что по подобию этого и каждый на цифраме стоит, да. Можно отвлечься, внимание, мысль куда поплыть, это нехорошо, стараться, или найти такое место, ну, где было бы наиболее удобно, может быть, слышать. Конечно, ну, как удастся, по-разному там сказать бывает, но насколько, уж если это невозможно, конечно, молитвка Иисуса, какая-то молитва должна быть. Это нормально, это естественно. Это и священнику, кто служащий, то же самое, сказать, ну, необходимо это соблюдать. Ну, вот на этот уж ваш вопрос приблизительно так. Батюшка, прошу прощения еще за такой мирской вопрос. Можно ли, допустим, ну, человеку, то есть, воцерковленному, если человек пришел к Богу, да, там, заниматься какими-то мирскими, там, вот, заниматься спортом, или, там, вот, сходить на какой-то интересный фильм, или же вот вообще, если ты вот пришел к Богу, да, воцерковился, то есть, нужно все это оставить? Ну, почему спортом нельзя заниматься? Да. Вот, нет, не увлекаться, как какой-то, знаете, прям, ну, вружиться и даже, может, себе навредить, сердце навредить. Ну, хуй, я не знаю, я себе скажу, ну, я не знаю, как сказать, спортсмен я был, ну, я не знаю, но в молодости, как сказать, ну, как это без труда, или, ну, естественном порядке даже, ну, то на лыжах, то еще на каких-то, там, это, чего только, там, не приходилось, то, там, гирями, там, разными, то еще что-то, да, ну, это же просто самоорганизм, вот, ну, требует, ну, возьмите, у нас, вот, каштан, жеревец, да, ну, слушайте, он, смотрите, будет стоять-стоять, ему нужно дать особый, сказать, выгул, чтобы он размялся, потому что у энергии много, это у человека так, если человек застоялся, да, застоялся, он уже болеет, начинает, движение нужно, мы говорим сейчас спортом, почему, ну, разве можно человеку запретить, это нужно просто, да, и для детей это нужно, но раньше, скажите, маленькие детишки уже работали, да, работали, а человеку надо с утра встать, надо пахать, надо что-то делать, это для него, какой спорт еще назвать, и были люди-то богатыри просто, да, безо всякого специального спорта, да, потому что, ну, работа необходимая, да, да, оно требовало, движение требовало, да, и тут и Господь помогал, но когда мы видим в городе, где-то живет на 20-м каком-то этаже, там, не знаю, ну, что, самое большее, только за кошкой может поухаживать, там, что-то еще в корову там, или там коров не держат на балконах, а мне тут пришла одна девочка, все, лошадь просила, чтобы ее на балконах будет, будет, я, говорит, держать, потом, говорит, на кухню, там родители говорят, ну, что это убирать, там, да, говорит, ну, ладно, тогда у подъезда привяжем ее, да, потом, говорит, да, цыгане украдут, ой, расплакалась, ну, что ж, лошади ей не дают, ну, смотрите, а, труд нужен, но, конечно, заниматься спортом так, чтобы, как сказать, ну, своего рода, как сказать, ну, лечебная процедура, ну, нельзя без движения, ну, никак, ну, я не знаю, ну, как, я занимаюсь спортом или нет, ну, я утречком встану, там, гантелька какая-то, ну, ну, знаете, поразмяться, ну, как, целый день где-то сидеть, вот так вот говорить, да, да, вот, одно дело, вот, бывает, спортом, вот, ну, спорт, вот, разговаривают, мне с утра до вечера приходится говорить, я прохожу спортивную такую процедуру, спортивную, молчание, ну, я для чего делаю, тоже специально хожу на лечебную такую процедуру, куда? К лошадям, и вы представляете, какая ценная вещь, прохожу, смотри, ни одна лошадь ни одного слова не скажет, у меня лечебная процедура, если бы они заговорили, ну, пошел бы я туда лечиться, скажите, а то помолчишь, да еще подвигаешься, там, знаешь, там, это, так, так, смотришь, и все, вроде, нормальненько на другое, а без движения, поэтому лечебная процедура спортивная, ведь, могут быть разные, да, это не противоречит, но только одно, не полезно, не всегда, не знаю, может, для кого-то и бывает, чтобы, первое и главное, ищите прежде всего Царствие Божие, если есть у тебя возможность заняться трудом, вот, допустим, если у кого-то может участник дачный приехать, там, размяться, вскопать, что-то посадить, что-то сделать, был занят еще, оно тебе заменит, пусть даже, ладно, так, ну, ничего страшного, взял, пробежался там, знаешь, и это быть нужно, да, ну, что тут такое, ну, только чтобы это было, ну, как-то благоприлично, благопристойно, и не выходило за рамки требования закона Божия, Слово Божие, да, но, вот, приблизительно об этом можно сказать, ну, таким образом, о спорте еще что-то там, ну, вообще, там, фильм какой-то смотреть, там, в театре, ну, то же самое сказать, ну, и фильм, ну, я не знаю, можно ли с фильмом сравнить, вот, когда Христос, Матерь Божия, на браке в Кане Галилейской, ну, там, наверное, песни пели какие-нибудь, наверное, ну, не выгонял там Господь, ничего не говорил, где-то уместно, да, поучаствовать, да, где-то, где бывает какое-то, ну, праздничное у человека какое-то событие, да, как-то поддержать, но все должно быть как-то проникнуто Духом истины, Слово Божие, не переходило границы, и не было бы безобразием, а если мы, говоря, фильмы посмотреть, если смотреть какие-то беспутные, безобразные, ну, конечно, ну, каждый уже понятно, ну, что из этого полезного будет, а бывает, и очень и полезно, что такое посмотреть, да бывает, детишкам, иногда я скажу так, сейчас-то я уже не помню даже, когда его, а вспоминаю, что какие-то мультфильмы, они очень воспитательные даже бывают для детишек, посмотреть, что такое, знаете, назидательное, опять даже родители знают, полезно ли, не полезно, тоже опыт в этом деле тоже надо иметь, а категорично сказать, спортом не заниматься, там сказать, куда к телевизору, там не подходить, это ненормально, но в то же время, все-таки для человека, может, пожилого, который уже прошел опыт жизни, имеет хорошее, сказать, понятие, Слово Божие, и душа его исполнена, ему, может, сказать, телевизор не нужен, а если он когда-то даже и заглянет, что-то такое, какая-то программа, может быть, посмотреть, что-то, ну, просто ознакомиться, преступление какого-то крайнего, хромольного-то только никак не может быть, но очень опасно, когда, так сказать, увлекается, вот, ты часто видишь вот этими, как, интернет, что ли, да, такое там безобразие, где человек закопается в нем, и уже живет, как говорится, не в своем, сказать, сознании Божьем, о каком-то виртуальном мире запутался, он себе навредил, испортил себе все свое умышление, все свое душу и чувство, и сердце. Это беда, это опасно. Ну, слушайте, вот, буквально сейчас, везде там это где-то сообщают, конец света, ну, что ж ты-то такое, ну, что. И вот в интернете их разыскивают, а потом начинают продукты покупать, конец света, куда-то, если конец света, какие продукты, или что-то еще, что-то куда-то готовится, или вот такие, ну, 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 слушайте, он время-то отнимает на глупости, да, ну, а понятия слова Божьего нет, что ты, конец света. Свет пришел в мир, да, и никакая тьма его объять не может, ну, князь мир уже всего осужден, и конца света, то есть конца вселенной, речи быть не может об этом, чтобы куча, бокс, это будет какой-то, ну, скажите, свет пришел в мир, а люди больше возлюбили тьму. Конец света никогда не может, ну, что-нибудь уже Христос пришел, воплотился, и вдруг конец, ну, для этого ли все это совершалось, да, да. И потом жизнь вечная, слушайте, это же опять уже, это же не конец света. Если говорится о том, что вот это кончина, это временного мира, но это не конец, это только обновление, новое небо, новая земля, но не конец, а можно сказать, конец тьмы, а не света, ну, точнее. Ну, вот, нахватается человек, еще что-нибудь там наслушается такого, что, знаете, вот даже говорит, где-то там приходит и начинает, да, вот, вот, там где-то, сказать, в Сибири какой-то мужик, и вдруг он Богом стал каким-то, потом в Индии какой-то Бог там еще появился, да. И вот, значит, да, в интернетах нахватался, вот, и занимается, занимается этим, да. Что-то хочет там распознать, а что ты распознаешь? Ну, что, ты только время у себя отнимешь, и испортишь свое сердце и мышление. Ну, Бог один. Нам нужно спасение человеку. Где оно? В какой религии может тебе наилучший образец и понятие о спасении? Нигде ты не найдешь. Таинство Бога воплощения спасает Бог, берет на себя грехи. Никто из людей, никакой религии это сделать не может. Они могут подделываться, подмазываться под Христа, да, как Господь говорит, придут, говорит, под именем моим. Да, потому что все прочие религии, очень уж они бестолковые и поганые, надо подмазываться вот это, Христос, где-то Бог там воплотился. Хоть так отвлечь. Потому что наиболее ярко, полно, убедительно, чудесно только христианская вера. Только, больше не найдет. А вот тут под нее, там где-то еще какой-то Бог воплотился там, что-то получает второй Сын Божий, да. А там еще кто-то, сколько, получается, сынов, бредни какие-то. Поэтому я это говорю, что смотря как, осторожно с этой, сказать, ну, как нужно назвать интернет, а то человек как закопается там и только оторваться не может, да. Уж его там, наверное, спортом его, наверное, не заставишь у него. Вот, лучше его погонять там по стадиону, там, какой-то плеткой, чтобы он побегал там, оторвался. Было бы полезно, может. Да, кстати сказать, вот тут бы составит бы спортом бы заменяться бегом там или еще чем-нибудь, да. Вот, а потом потихонечку и на работу переключить, чтобы он работал. А то обычно и работать не может. Только сидит, ковыряется там, да. Смотрите, вот, вы рассказывали про вот эти вот, ну, как вы там, карточки, да, и так далее, да. То есть то, что, ну, как бы, некоторые понимают, это по номерам Антихриста, да, вот. То есть, ну, я-то, как сказать, я-то понимаю то, что вот это число Антихриста, это и есть отречение от Бога, да. Вот, вот, но, как сказать, просто понимаете, я, как бы, вот в этом монастыре, это, ну, не первый монастырь, в котором я был, да, вот. И в одном из монастырей, вот, ну, до-оптный, да, там один девушка сказал, что очень сомнительными ему кажутся вот эти вот карточки, да. Что сомнительно? Вот эти вот карточки кажутся. Что? Ну, электронные карточки, вот. Вот, то, что там может быть число Антихриста, вот. И просто понимаете, я просто вот в чем дело, я просто не хочу впасть в нее, ну, не просто... Слушайте, число Антихриста, если так рассуждать, оно у каждого, наверное, в какой-то мере в кармане есть. Ведь если так рассуждать, да, что число Антихриста, говорит, электронная карточка, или те же самые рубли и деньги у тебя, чем оно отличается? Что ты деньгами покупаешь, что ты карточкой покупаешь? И говорить о числе Антихриста. Здесь не об этом идет речь. А здесь идет просто о социальном, сказать, ну, удобстве или неудобстве. А говорить, число там заключается. Можно сказать. Ну, только для кого-то эти рубли будут числом Антихриста, а для кого-то совсем по-другому. Да, по-другому. Потому что что значит число Антихриста? Число имени? Оно, кое он нам нужен, зараза, его имя знать? Неужели Слово Божие будет нас заставлять? Узнай, как звали Антихриста. Ну, скажите, гнусно это дело. Но оно говорит, узнай. Значит, какое-то имя это другое. Мы уже говорили. Ну, Господь, когда бесноватый вот этот Гадаринский, как имя твое говорит? Легион. Что он отвечает? Легион. Легион. Ну, ты ответьте, что ответил-то. Легион. Именно. Легион. Ну, что, Легион им прям звали-то? Эй, Легион. Ну, а он ответил, Господь, одобрил, правильно ответил. Он показал суть дела. А не само, как его там родители назвали. Так и дело об Антихристе. Не в том, как его звали. Гадать там по этим 666 высчитывать. А его сущность. Что он? Где его сказать? Сказать, чем он, как сказать, ну, трое его, чем он? Что это Антихрист, он выдает себе за Бога. А Бог, понятие Бога, это всемогущество, все силы. Но он-то не настоящий Бог. Значит, у него нету этого полного могущества. Божественно, он не Бог. А значит, в чем его сила заключается? В деньгах. В деньгах. Вот именно, Мамона. Что весь мир, вот вся эта экономика была, тогда он будет как Бог. Вот, Мамона. Вот, можете его имя так прилично, приблизительно, там аж особенно гадать. Да. И вот, так можно и потому на эту мысль наталкивать что? Что вот Мамона? Шестьсот и шестьдесят шесть, именно это число. Почему? Да потому, что такое число уже в Священном Писании употребляется в Ветхом Завете. Соломон, царь, собирал подать шестьсот шестьдесят шесть. Ну, что, Иван Сихристом считает? Нет. Ну, какой же он? А почему шестьсот шестьдесят он собирал? Да. Это была казна. Он не для богатства, не для лжи собирал, а для Бога установленного государства, для церкви. Это уже не Мамона. Это казна. А это для чего собирает? И все, мир весь так держит. Для того, чтобы ложь сделали, то, чтобы обмануть. Да, это уже казной назвать нельзя. Ну, приблизительно так мы можем. А печать-то Антихриста, конечно, отречение. Вот она печать. Когда отрекается, ну вот, как-то еще иначе рассудите. Ну, скажите, пожалуйста. Антихрист, то есть против. Значит, уже печать-то у него есть какая-то. Он уже отвергся. Значит, печати благодати-то нету. Значит, другая печать, погибельная, противобожная. Вот этого за этим надо. А для этого нам надо постоянно за собой следить. Да, каждый грех, это тоже своего рода печать, отречение, нарушение Слова Божия. Но нам Господь дал покаяние. И печать эта, она смывается, когда человек кается и приносит плод покаяния. Да, вот такой, вот таким образом. Сколько было Антихристов, которые смыли эту печать. Да. Ну, стали веровать, стали исполнять. Да тоже, смотрите, прям, я сказал бы, даже вроде бы страшно, но в какой-то мере даже апостол Павел был гонителем. Вот только что сейчас вот читаю, церковь гнал, говорит, недостоин, говорит, называться. Но призвал Господь, он все это смыл. Правда, он был ревнитель закона Моисеева. Тут не в такой, сказать, мере. Но, когда уже переходят границы, там тоже, это уже вещи чрезвычайно опасные. Это, ну, печать, отречение. А то, что касательно вот этого социальных устройств, да, это вопрос такого порядка, что нельзя прям категорично, говорит, я, допустим, до конца ты и не разберешь, что такое электронная там карточка. Если она вредна, избави Господи, можно помолиться, чтобы не было смущений. Если там нет ничего такого, может быть, она в каких-то случаях, может, и нужна, как сказать. Но, как сказать, из давних времен, самое лучшее, сказать, преподобный Амбросий также говорит, установлена денежная система. Она как-то наиболее надежна. Ну, больше рассуждать, например, лично влекать в эти вот, да, не времени там не хватает и заниматься особенно, да. Но считать, что это уже какая-то там печать, ну, может, она есть. Если у тебя пристрастие к деньгам, значит, уже там в твоем кармане, даже уже мамона, да. А если ты эту достал, этот рубль, да подал кому-то, действительно, нуждающемуся, слушайте, там уже какая-то печать Антихриста, нет, она пропадет. Даже по этой электронной карточке кому-то вот подал. Значит, уже электронная карточка стала у тебя какая-то другая. Дух в ней уже другой. От того, как ты вот пользуешься, но отречение от Бога, какой карточкой ты это выправишь, или какая карточка тебе к этому. Это твое сердце, твоя душа, твои понятия, твоя жизнь характеризует и определяет твое внутрь, кто ты, Божий, или ты отступник от веры, от Бога. Можно еще вопрос, а полезно ли заниматься математикой? Можно ли это делать? Ну, я вот просто люблю... Ну, слушай, ну куда ты без математики денешься? Ты же в карман полез посчитать, сколько у тебя там, и то нужна математика. Ну, как сказать, без этого, если поднятие... Если ты уж будешь, ну, как-то уж чрезмерно опять заниматься только математикой, только вдашься, а закон Божий у тебя где-то в стороне останется. Да чем бы ты ни занимался, любое дело, которое все-таки удаляет как-то от Бога, от поиска, стяжания, царства небесного, уже оно не полезно, а не только математика. Ну, что ж математика? Ну, часто бывает, очень нужна. Ну, скажите, ну, любую вещь человек, даже в былые времена, ну, какую-то сделать вещь. Надо промерить, какая высота, какая то, как разделить, как умножить, ну, что-то ведь, ну, как ты без этого обойдешься? Математика, грамматика, да, ну, как и грамматика, надо научиться читать, не будешь читать, ну, что ж ты, уже это, уже будет какой-то ущерб. Разве это противоречит? И потом, ну, вот она же, та же самая грамматика, Слово Божие, как же ж ты, да, сможешь, сказать, и Господь там говорит, как человек, говорит, если хочет строить башню, не сядь ли, он сначала просчитает, вот, а потом начнет, значит, математика-то нужна, чтобы это сделать, даже по Слову Божию. Куда ты денешься, да, как без этого, ну, но все, Господь, прежде, говорит, ищите, прежде Царствие Божие, но там математика тоже нужна. А ты грехи пересчитал с этим, нет? Нет, только... Ну, вот тоже математика тут какая-то нужна. У меня спрямь были. Ну. Ну, давай. Вот вопрос о богослужении. Я вот недавно стал в храм ходить, как вот, четвертый месяц, и когда я в храме стою, на утреннем богослужении, на вечернем, я вот пытаюсь молиться, ну, вот, от себя, как бы, там, думать о грехах, покаянии, вот, бороться с грехами. Ну, вот, в свободное время я пытался заполнить, вот, молитва Иисусова, повторял, повторял, но, как бы, пять минут повторяешь, десять минут повторяешь, и потом устаешь. Вот, в свободное время, чем его заполнять? Вот, богослужение я не понимаю. Зачем, например, священник вышел, зачем он там в рот открылись, что он говорит в этот момент. Вот, для себя, например, я могу взять вот книгу, да, где все это описано, это богослужение, в какой момент, вот, именно, что он говорит? Как тебя звать-то? Александр. Александр. Ну, то, что ты говоришь, ты же говоришь, только что приступаешь к вере, ну, естественно, все это надо иметь, получить какие-то соответствующие сведения. Богослужение, это не просто так, это нам в последовательном порядке служба показывает, ну, допустим, начало творения мира, вот, поют первые песнопения на все ночные, постепенно, постепенно, как бы, процесс, вот, от Ветхого Завета к Новому, к Евангелию подходит, потом к чтению. Ну, это надо обязательно прочитать. И потом, ты вот говоришь, совсем недавно, ну, когда в былые времена, да, и сейчас, когда человек принимает крещение, человек проходит период оглашения. Что это значит? Оглашение, то есть, это проходит человек времечко научение вере, вопросах веры. Ну, конечно, естественно, в порядке тебе тоже надо, ну, где-то, ну, с кем-то как-то, как-то ли познакомиться в церковную, чтобы тебе помогли. Конечно, книжечки есть, на это есть, у нас тут тоже, сколько братьев, только приходят подобно, как ты, ну, какое-то времечко. Сначала, человек смотрит элементарно, как говорят, по природе, четко понимает, Бог есть, так это усвоить. Дальше уже надо поразобраться. Посылается на учение, да, в семинарии, там проходит программа, допустим, вот литургика, устав церковный, как служба совершается, когда царские врата там открываются, что это значит. Все это, знаете, тоже требует определенного, определенной нагрузки, да, и разумения, и опыта, и времени. А сразу невозможно. Невозможно, чтобы ты прямо сразу приступил, и все бы знал, как это может быть. И, конечно, свободное время, что такое свободное время? Свободное времечко. На богослужение, если я возьму книгу и буду прям смотреть, и чтобы мне все было ясно. Смотреть на богослужение, там ладно, но это где-то дома, надо книжечки иметь какие-то. Ну, как сказать, вот у нас монастырь, у нас библиотека. Если кто-то там, ну, приходит, ну, за кто-то там или братья, или какое-то времечко, ну, записывай, ему нужен этот вопрос. Он, или же, представляет, ну, несет послушание какое-то в монастырь, хочет пожить. Не просто там в монастыре, ну, а просто какой-то потрудиться. Он представляется кому-то из, в какой-то мере, опытных, ну, братьев, да, и приходит, так вот, как ты вопрос задаешь, побеседует. Можно, да, книжечки дать, почитать какие-то, что самое необходимое, в духовных вопросах, да. Вопросы богослужения, в вопросах, ну, устройства своей жизни, закона Божия. Этим, естественно, в порядке человек живет здесь, на земле, если в монастыре. Но это обучение, практически, и богослужебное, и трудовое, и душевное, и упражнение разума, она всю жизнь продолжается. Продолжается. Потому что полнота богопознания, опыта, она, ну, скажите, одно дело, младенчик, ребёночек, знание, можно ли ему давать какие-то высокие вещи? Малышка, там, в школу пошёл, но можно с него требовать программу, там, других старших классов? Ему нужно подрасти, усвоить что-то. И так, говорит, от веры в веру, от благодати в возблагодать. Так и в жизни духовной, это в обязательном порядке, постепенно, вот, процесс этот происходит. И нельзя, вот, с тебя требовать какие-то, сказать, ну, что-то такое, что ты, вот, по своему возрасту, ну, просто, ну, невозможно было тебе. Вот, и апостол говорит, даже укоряет, говорит, вы должны быть уже по возрасту, по времени учителями, а вы ещё молоком питаетесь. Почему? Ну, потому что неусердно занимается упражнением в законе Божьем, а по возрасту уже пора бы. Ну, так со многими из нас бывает. Ты вот приступаешь, конечно, тебе надо многие вопросы разрешать. Можно записать какой-то вопрос, а лучше всего, и как сама практика, да, и как закон заповеди требует. Конечно, с кем-то иметь взаимообщение, с кем-то получать вот какие-то, ну, ответы на вопросы. Это совсем в семье, детишке, ну, родители же обучают. Так и в духовной жизни взаимообщение, да, должно быть. Ну, и, конечно же, нам Слово Божие, Слово Святоотеческое, да. Много на эту тему можно, книжечек немало. Но, конечно же, желать, чтобы у тебя было с кем-то такое доброе взаимоотношение. Где бы ты мог получить какие-то ответы. Ну, вот еще вопрос. Когда псалмы читают, их же на церковно-славянском читают. И вот ты пока слово прилетит на церковно-славянском, ты пока начинаешь его смысливать, смысл его, уже полслужбы пройдет. Но вот заранее же надо знать, что читает, то есть какой псалм, и уже перевод иметь на него. Ты говори слово перевод. То есть уже переведенное должно быть в голове. Да, если тебе даже перевести, это не означает, что что ты понял, что в псалме содержится. Важен, что пророческий, духовный смысл того, что там написано. Вот, например, Господь говорит. Тать не приходит, разве да украдет и убиет и погубит. Астрый дух да живот имут и лишше имут. Что это такое лишше? Это славянское слово. Перейдите на русский, он поймет? Лишше, лишнее. Ну, лишше ему. Больше, больше, чем. Ну, больше будет ему. А ты понял, что это значит? А то, что тебе на русский перевели. Задумался. И все будут думать, что это такое больше жизни. Видите, это перевел. А нам надо еще, как духовный смысл. Смысл понятен. А вот какое? А что лишше, что больше. Какая разница? Вроде и то понятно, и это понятно. А само содержание. Что это такое больше жизни? Сути нету. А ну вот будешь толковать сейчас. То-то, то-то, это свое. А надо слово Божие. Надо поискать. Как слово Божие нам говорит. Ну. А тут уже перевод на каком он там. Прямо. Вот вы непонятны на славянском языке. Ну, перевели на русский. А тебе прям все стало, все понятно. Ну, перевели. Ишь, лишнее, значит, больше. Опять не понял. Что же тогда делать? Значит, дело не столько в переводе, а сколько в изучении. Слово Божие. В каком-то случае нужно и понять. Где-то в славянской там немножечко. Но, самое главное, ему толкование. Вот. А как? Что такое больше жизни? Опять слово Божие говорит. В шестопсалме. На. Милость Твоя, Господи, паче живот. Вот. Милость больше жизни. О, ответ. Да. Что там на русский? Это лишней жизни. Что такое жизнь без милости Божией? Какая-то вещь. Страшная жизнь. Милость Твою, Господи, поженит мне все одни живота моего жизни. Чтобы была милость. И во веки веков милость Божия нужна. Да жизнь имеют и больше жизни. Милость. А если бы милости не было, да, ну, Адам бы съел от древа жизни. И все, все хорошо. А Господь изгнал. Чтобы он не вкусил. И не стал жить. Без милости. А нужна милость. А милость, чтобы узнал. Видите, надо узнать, что такое смерть. Чтобы ты узнал, как избавиться от смерти. Что это такое милость настоящая? От смерти что избавляет? Вот тогда узнаешь, что жизнь и милость Божия. Какая? Велье благочестия тайна. Бог явился во плоти. Кровь свою пролил. Искупил наши грехи. Вот когда помотался, да еще где-нибудь в преисподней, в аду, там страдания, тогда узнаешь, что такое милость. И что такое жизнь и милость. Вот. Вот это будет очень важно. Видите, как Слово Божие. Одно дело-то с русского, с славянского на русский, а другое. И само содержание духовное чрезвычайно важно. Вот. Самое важное. А здесь, Александр, да? Здесь очень важно, очень хорошо на священное писание иметь книжечки толкования. Есть много написано, которое ты читаешь, и тут же тебе растолковывается, объясняется. Вот истолкование на послание апостола Павла, Блаженного Филла, Афилакта Болгарского, епископа Феофана Затворника, потом древних отцов, Иоанна Златоуста, много. Вот, когда ты их толкуешь, читаешь, и тебе становится как-то более понятно. И опять скажем, апостол говорит, ныне видим я козерцалам в гадании. Тогда же, пусть лицом к лицу, все вместит в себе глубину того, что Слово Божие говорит. Это, смотрите, апостолы, и то даже не все могли вместить. И Господь говорит, ныне, говорит, не можете вместить. Вот. Для этого опять требуется, что нам надо, Господи, если что мне полезно знать, открой. Что мне, чтобы для души. Вот. А ведь бывают такие вещи, что и открывать-то не полезно. Бог открой, значит, тебе будет требование взыскать с тебя. А потому даже, вон, как говорит апостол, говорит, лучше бы им не знать пути истины, нежели узнав истину, а потом, как пес, обратиться на свою блевотину. И бывает для них последнее, горше первого. Поэтому и нам, Господи, ну сколько ты сам знаешь, что мне надо для спасения, во славу твою. Если там, да будет воля твоя, это для нас самая драгоценная воля Божия. Не как я хочу, Господи, а как ты. Только не оставь, Господи, не отыми Духа твоего святаго. Вот, не отвержи от лица своего. Вот молитвка, наше должно быть состояние вот такое, всего себя Богу предать. Да. Уповая, мы Богом живем и движемся и существуем. На Богу уповая. А это, Александр, дорогой, потихонечку тебе надо, как сказать, упражняться где-то, ну с кем-то, ну как, мы же друг с другом ими общаемся, с кем-то познакомимся, кто-то дал себе там почитать. Ну, находи способ. Дочка, еще самое, тоже, ну вот, только недавно пришел к Богу, вот, и, ну, до этого читал Евангелие, да, оттуда попалась Библия и история, то есть, ее история, ну, не сам, и вот начал читать, как бы, Ветхий Завет, ну, не сам Ветхий Завет, ну, просто вот историю. И вот такое, такое смущение, ну, такое впечатление складывается, как будто, вот, Бог разный был в Ветхом Завете и в Новом Завете. То есть, вот, почему-то, не знаю, такое... Как понять, разный, откуда ты этого... Ну, я, ну, читаю, вот там, что он там какие давал заповеди, то есть, ну, как бы, там, первые люди, да, вот это вот все, причем, вот, такое вот смущение, как будто, вот, как разный Бог, в Новом Завете и в Ветхом Завете. Ну, дорогой мой. Ну, я понимаю, что это по своей, наверное, ну, по своему, то есть, уму такому, то есть, как он... Просто в Ветхом Завете какое-то вот жертвоприношение идет, вот, а в Новом Завете... Люди, может быть, другие были тогда. Ну, ну, прям вот такие молодцы, все у вас, прям, четко, ясно вы все чувствуете, да, очень чувствуете. Так бывает это, и, как сказать, с детишками. Когда они были маленькие, они смотрели, вот у них родители были такие. А потом подросли, ух ты, родители стали другие. Ну, они же одни и те же. А только они стали видеть их уже другими, другим умом, воспринимать другим сердцем. То считали, о, какие-то они были плоховатые. Да, что-то били там меня, там это, ругали. А потом, когда подождите, ух ты, какие же они, оказывается, хорошие-то были, да. А что бы если они не били бы, что бы со мной было. А те же самые родители. Так и Ветхий, и Новый Завет. Ветхий Завет. Это и путеводитель ко Христу. Конец закона. Христос. К праведности всякого человека. Христос. Дальше уже идет вера. Но и закон, он не отвергается. Он только упраздняет, допустим, Ветхозаветное жертвоприношение. Потому что уже жертвой стала другая Христос. А это был прообраз. Жертва Христа. Агнец. Он прообразовал, научал. Вот придет время, когда, сказать, настоящий Агнец-то будет. Христос, Сын Божий, Бог воплотившийся. А сейчас это только образ. Будущего. Но Бог тот же самый. Тот же самый. Так и с детьми бывает. Но нельзя ребенку, там что-то такое, ну я не знаю, какой может быть пример, сразу ему сказать. А ему говорят, вот ты, да, ну дали ему какую-то, маленькую лошадочку. Играет, играет, играет. Да, вот смотри, вот когда подрастешь, у тебя будет настоящая лошадка, большая. Как? Ну что, у него так все время останется, эта лошадка вырастет, а он в бейсе будет играть. То есть что здесь происходит? Значит, настоящая должна быть лошадка. Так и приведите, и Господь готовит род человеческий, постепенно, чтобы мог разумно, добро принять, велию благочестия, тайну Бога воплощения, жертву Христа настоящую. Вот задача. А Бог один и тот же, как в себе родители, одни и те же всегда. Просто что хотел бы сказать, простите, нужно ли вообще сейчас, пока вот так мало церковленный человек, читать Ветхий Завет? Или пока не стоит? Нет. Мы ничего не видим худого в том, чтобы читать Священное Писание Ветхого Завета. Оно не противоречит нисколько. Это никогда нельзя запрещать. И Господь сказал, я, говорит, пришел не нарушить закон, а исполнить. Почему это запрещают? Слово того же самого Господа Бога. Но оно только нас уже в Новом Завете обучает правильно уже смотреть по-другому. Не то, что по-другому. Много таких заповедей возлюби Господа Бога. Всем сердцем, всей душой. Это же Ветхозаветная заповедь. Как о ее, она может быть отменена? Возлюби ближнего, как самого себя. Сколько там дивных вещей. Потом повествование о творении мира. Все исторические вот эти события. Как же их можно обойти? Их надо знать. И даже не то, что можно. Да его должно читать Ветхий Завет. И знать надо. Оно не противоревает. Ему это Божье Слово. Как оно может быть так? Мы можем что-то и не понимать. Но для этого есть толкование. Святотеческое, церковное объяснение этих вещей. И надо знать. Обязательно надо знать. Хотя элементарно. Конечно, это объемное сказать. Всего бывает нам даже очень трудно. Ты даже и запомни. Псалтирь это Ветхий Завет. Притча Соломона. Да любую возьми. Да как же их без них? Как это упразднить? Это слово самого Господа Бога. Только уже одно дело. Ты вспоминаешь, как вот допустим. Ты взрослый сейчас. А вспоминаешь. Ты был малышкой. Вот тут ух ты. Вот я делал так. А сейчас я могу так сделать. Это уже надо понимать вот так. Это премудрые родители меня так. А теперь у меня тоже малышки. Я должен тоже как меня так поступали. Должен тоже так. Они вот правильно делались. Обращались с малышкой. Вот так. С животными даже. Он уделал малышку. Ну что вы ее там. Где-то какой теленочек или жеребеночек. Ну как ее обижено. Вертушка знаете. Ей хочется попрыгать. Она может ногой там что-то. Или детишки то же самое. Возрастает. И изменяются и животные. И коровки. То теленочка там прыгает и играет. Ну уже коровка по-другому себя ведет. Животные вокруг окружающих нас. Тоже добрые отношения. А будет очень по пустительству. Тоже неполезно. Бывает да. Они должны знать понимаешь. Есть кнут существует да. Да суд существует. А у них у самих суд есть. Рога там. Вот. Это чтобы все стадо. Кто-то с рогами. Если что такое нарушение. Там все порядок будет. Да так у лошадок в тубине копыта. Ага. Давайте слушайтесь. Вот старшая. А всех так. За всем следит. Ну так в семье. И Господь Бог. Бога. Праведного. Судью. Любящего нашего Отца. Небесного Бога. Слушать. Почитать. Исполнять заповеди Господа. Как говорил кто-то из Святых Отцов. Кажется Силуан Афонский. То что. Как. Вот есть призывающая благодать. Да. Вот. Есть наказующая. Какая? Наказующая. Наказующая. Вот. И я так понял. Есть благодать. Ну как. Ну. Когда ты допустим. Уже очистился от греха. Все. У животцев в тебя входит благодать. Да. Вот. Ну. Как. Ну. Я не знаю. Во-первых. Само слово. Наказующая. Да. Да. Вот. Тут его очень важно. Как вот Александр. Как вот перевести. Вот. Тут важно перевести на русский язык. Наказание. Это значит научение. Вот. Как. Наказал. То есть научил. Да. Поэтому самый центр внимания к этому слову. Что это благодать наказующая. Иначе можно сказать благодать научающая. Она может быть болезненная. Как по-славянски наказующая. Да. Если это. Ну так же ведь скажите. И ребеночка ведь тоже может немножечко там его так сказать. Наказать вот каким-то способом там. Ну. Строго сказать. Или жестко. Или может даже как-то шлепнуть его. Он научился. А если этого не сделать. Ну скажите. Он будет ненаученным. А любовь требует. Чтобы ребеночек был бы избавлен от какой-то беды. Потому что он делает какую-то глупость или опасные какие-то шаги. И другого нет. Даже в социальной жизни. Для того чтобы научить. В тюрьму сажают. Говорит. Наказание. А цель смысл-то какой. Научить. Вот смысл какой. Не просто дать его. Наказать его. Да. Это получается ну какой-то. Какой-то. Ну бесчеловечный. Бессмысленный. Просто наказать. Вот. Да. Цель научить. Исправить. Ну приходится. Получается в результате. И человек часто бывает. И благодарит за это. Что его наказали. Вот таким жестким образом. А иначе он погиб бы. Ну скажите. Связался с какой-то компанией. Бандиты. Никакими силами его. Ну. Я не знаю. К примеру. Может родители. Кто так. Так жестко. Так это. Поступили. Что. Сказать. Оторвался. Я скажу. В практике. Мне приходят. Даже у нас. Здесь вот. Бывает. Среди братья. Так. Благодаря. Он говорит. Мои. Говорит. И где я с ними связывался. Прихожу на кладбище. Вот он друг. Вот он друг. Вот. 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 Если бы я там остался. Я бы здесь был бы. Наверняка. А что-то случилось. Ему где-то. Он оторвался. Он говорит. Вот. Вот меня. Что он дальше ходит. Благодарит Бога. Что с ним это произошло. А иначе был бы здесь. Где они вот за свои эти поступки. Или их поубивали. Или еще что-то. Какие-то случились. Какие-то вещи. Что вот. Ну. Поэтому слово. Благодать. То есть. Благой дар. Ну. По сути-то дело. Если так вот разобраться. Да. Мы всегда. Благодать на душе. Радость-то испытываем. Да. Когда мы потерпели скорбь какую-то. Да. И научились. И тогда у нас радость бывает. О. Какая благодать. Но она не просто тебе так пришла. И вот так. Безо всякой причины. Нет. Благодать надо. Принцип. Как святоотеческий. Существует. Подвижнически. Говорится. Дашь кровь. Прими дух. Ну. Когда человек находится в труде. В болезни. Где-то еще. Господь дает. Облегчение бывает. Но опять же мы говорим. Через болезнь. Саму даже получить какую-то болезнь. И то это бывает. Как благодать. Дар Божий. А потом это особенно. Четко и ясно открывается. Что вот благодать. Именно дар благодати за скорби. Да. Что ценить. Начинает это. Понимать. И благодарить. Когда душа выходит из тела. И когда видит. Вот эти адские страшные страдания. Мучения. Да. И слышит. Ты. Душа освобождена от этого. За что? А вот за те болезни. За те скорби. Которые на земле потерпел. Скажите. Какая начинается благодарность. Первое. Что мы читаем. Сказать. Из повествования. Святоотеческого. Да. А вот о посмертной жизни. Это великое благодарение к Богу. Прежде всего. Когда выходит из тела. За те скорби. За те страдания. Которые пришлось перенести. Потому что именно за них. Избавлено. Вот от того. Которое. Вот наказание. Где следует. Там уже страдание. А это научение. Да. Перенесла. Покаялась. Принесла плод. И избавилась. Вот. Здесь нам тяжело. Слушайте. А если бы не было. Об этих страданиях. Многими скорбями. Говорит. Подобавит нам. Войти в Царство Небесное. Кажешь нам от них. Значит. Это и есть. Опять тоже дар. Божий. И опять. Слово Божие говорит. Нам дано. Не точь. Честь. И достоинство. Нам дана. Не только веровать в Него. Но достоинство. И честь. И страдать. Во имя Христова. Это достоинство. И честь. Да еще и не всякому дается. Поэтому. Когда отцы говорят. Придет тебе. Страдание. Испытание. Искушение. Поклонись Ему в ножки. Потому что таковыми Бог тебя избавляет от мучений, от будущего. Разумляет. И укрепляет душу твою. Делает ее достойной, славную. Исполненную благодати и жизни. Вот видите. Такой взгляд. Рассуждение. И такая самореальность нашей жизни. Духовной жизни. Вопрос по поводу поста перед причастием. У нас отцы говорят, что поститься нужно на четверг, пятницу, субботу. А на фоне отцы учат среду, пятницу и вторую половину субботы. Это как правильно? Я не бы еще поточнее. Какие дни? У нас, как обычно, четверг, пятница, суббота. Три дня перед причастием. А на фоне среда, пятница и вторая половина субботы. Как правильно? Ну, как сказать. Во-первых, здесь Афон. Афон, это, сказать, монастырское, сказать, устав и правило. А в принципе, для всякого человека, да, во-первых, это от возраста человека. От его состояния. От его болезни. А бывает человек, он вообще ничего не соблюдал. Даже ел, обедал. А его причащают. У него тяжелое состояние, прям, можно сказать, какое-то, может, предсмертное, опасное. Разве можно здесь говорить вот такое? Да. В другом случае, у какого-то человека один возраст какой, да, или какая-то болезнь, да. Ему совершенно тут нужно смотреть каждый раз, категорично просто сказать, только такое правило. Ну, слушайте, это нельзя, как всем применять. Ну, я, например, скажу, у меня вот, когда в лавре был, здесь поведал, приходит там какая-то женщина, батюшка. Я сегодня ночью четыре раза ел. Ну, как, вот, да. Ну, а что у тебя там у тебя? У нее такое, что где-то, не знаю, что там за болезнь, что у нее, если у нее час в желудок пищи не попадает, то, наверное, это такие боли там, спать нельзя совершенно, да. Ну, скажите, что я могу, вот так, кем надо быть, да, чтобы, вот, и потом я опять даже, ладно, я там, сказать, допустил, но я опять совещаюсь, нужен совет, вот, Александр, с духовниками, отец Кирилл, отец Наум, правильно, батюшка, я поступил? Да, конечно, правильно, но как может быть иначе? У человека болеет. Еще с этой болезнью приехала специально, сказать, издалека там в лавру, чтобы, ну, скажите. Видите, рассуждение может быть разное, а тут дело в мирском порядке, каждый раз нужно, может быть, как-то пора, а в другом, там, может быть, не то, что там два-три дня, ему и недельку не вредно попасти, да еще не то, что попасти, то вообще ничего не есть, ну, водичку ж там, ладно, там попьешь, и ничего там не поделается, знаете, даже будь здоровенький, да. Говорит, не надо, многие мы можем это испытывали, знаем, на первое время покажется трудным, а потом еще бодрее себя бывают чувства, что-то, ну, ну, это мы говорим, ну, особые какие-то, может быть, случаи, да, но категорично вот для всех прям такую норму, ну, никак нельзя этого, да, тут священник и сам человек должен беседовать и совещаться. Молодой, можешь, можешь, такого особо ничего, такого нет, значит, конечно, обычно денечка три так надо подержаться, да, обычно бывает, ну, а потом опять как подержаться? Ну, люди в лице разные, да, комплекции разные, одному требуется столько пищи, другому столько, у другого здоровье такое, другой там, он поел там вообще чего-нибудь такое, лишь бы чего-нибудь, и он здоровый, а другому, как говорится, не в коня корм, его и кормят, он все голодный, да, и по-разному. И поэтому в отношении пищи и сна, даже святоотеческое, сказать, рассуждение, тут нужно сообразовываться совестью человека, и как вот он сам, норма какая-то, нормочка, ориентир какой, ему вообще в питании, вот, да, смотри, каждый сам, вот ты кушаешь, ну, делай, чтобы тебе не совсем переедать, тот прям наелся, прям, как говорится, по горло, а что, как немножечко бы еще хотелось, ну, и хватит. Это для организма полезно, она легко перерабатывается, пища, да, полезно, и для воздержания, для души это полезно бывает, ну. Ну, где-то такое рассуждение, ну, вот в обиходе, ну, постоянно приходится соблюдать, да, везде, даже и в монастыре, и везде, поэтому здесь какой-то стандарт, его просто я, и я наверняка уверен, что там какая-то такая традиция, это тоже не для всех, найдутся такие, которым придется, приходится и нарушать. Хочешь, не хочешь, а нарушу, да, и на фоне, и где-бы там-то не был, где-бы, куда-нибудь, а приходит время, когда болезнь или еще что-то такое, придется, да. Нужда бы ради, как говорит, и закона применения бывает. Ну, так вот. Нужно относиться особенно, или все-таки, без разницы, это в мусорку выкинул, и все. Я не знаю. Преподобный вон Амросик говорит, о ногтях говорит. Без ногтя говорит, и вошь, говорит, не убьешь. Инструмент потребен, говорит, да. Ну, если у тебя в шее много, может, ногти пригодятся им, значит. Ну, или для чего-то, не знаю еще. Ну, а что еще, для чего они еще могут нужны, что-то, не знаю. Ну, а тебе, я не пойму, тебе что, нравятся ногти, что ли? Сжигать их надо, или... Кого? Ногти. Или выкидывать их просто. Или выкидывать, ладно. Как относиться к плоти, которая... Не знаю, давайте решим вот такой вопрос. Не, ну, вот. Куда девать ногти? Вот какой-то... Слушай, я не знаю, я... У меня когда такой вопрос возник, думаю, неужели я согрешу... Я вот стригу, неужели куда-то бросаю, а тут в рот оказывается, вроде бы... Может, я что-то нагрешил, что-нибудь такое... Ну, конечно, я вот скажу так в отношении, допустим. Допустим, вот когда служба, да, у престола, готовишься к Евхаристию, да. И вот в этот день, когда ты уже постригать вот ногти, даже, знаете, как-то нет, не очень. Даже как, допустим, в этот день, когда ты причался, даже вот, ну, сплюнуть. Хотя бывает, ты запиваешь всё, но как-то вот не по естеству. Это, как говорит преподобный Амвросий. Ну, в этом случае, может быть, с ногаткой, но нужно лучше заранее их подрезать. Или, допустим, усы. Священнику, знаете, категорично требуется, чтобы подрезал. А то распустит, как моржи, а у чаши подходит и не замечает, да, касается. А за это очень строгая бывает епитимия. Значит, приходит подрезать, аккуратненько, и с чаши причащаешься, да. Видите, какие-то, я говорю, такие моменты. Тут же следи за своими ноготками, да. Потому что тебе приходится и дробить чашу частички, в чашу, да. И как-то, может быть, себе где-то сказать, да. Хотя после этого, все это в алтаре, все это ты делаешь, подходишь, специальное замывание, и руки, и перед службой, и после службы, что все это было, ну, все это делается. Но все-таки в этот день постригать как-то, сказать даже, вот. Ну, только в таком вот каком-то плане, то, что касательно алтаря, если говорить о ногтях. А вообще-то, я считаю, что об них толковать, тушить с ними ногтями-то, ну, сжигать их или что-то, волосы, ну, тоже волосы. Я не знаю, кто стрижет, но у меня, вроде, не стрижем волосы, у нас проблем не возникает, куда. Ну, как не стрижем, ну, же чесаться, куда их девать тогда. Правда, я помню, где-то в лавре, одна женщина, думаю, что такое, они где-то, где-то в ней какой-то, ну, что-то она, она, кажется, не стрижет, а щесает, и волосы складывает. Зачем ты? А как же, говорит, когда будет воскресенье, чтобы они где-то не пропали, что ли, у них? Ну, думаю, господи, по-моему, это, что ты боишься? Ну, волосы где-то, в волосах прям тут проблемы. Тоже не нужно уж слишком там уж переборщать. Ладно, давайте мы этот вопрос лучше отставим. Ну. Такой вопрос у Ивана, где написано, пока здесь приблизим, ну, в Сейцарство Небесное приблизилось. И вот, допустим, сегодня вот разговаривали с братом, вот у нас, у меня возникло вопрос, вот если человек некрещенный, и вот вдруг вот так вот нечаянно раз и свяжет, да, и, допустим, захочет покаяться, а он некрещенный, священнослужитель вправе отказать ему от покаяния, где он должен приехать и принять покаяние от человека, хотя он некрещенный. Ну, если он некрещенный, как чтобы некрещенный проходил покаяние какое-то? Или они поймут? Ну, допустим, человек умирает, он некрещенный, и зовет священника, просит. Что? Пронять покаяние от греха. Может священник отказать? Если он просит, чтобы ему покаяние, значит, священник в этом случае должно, как сказать, логически и сказать по рассуждению, значит, такой человек готов и к принятию крещения. А если он говорит, я креститься не буду, а вот каяться буду, и священника, а зачем священника-то ты тогда вызываешь? Значит, ты священника-то вызываешь православного христианина, чтобы он тебе молитву прощаю-разрешаю, а он некрещенный, то есть у него веры нету. А если вера есть, он должен креститься, а в этом случае, что опасное какое-то положение, есть хотя хоть краткий какой-то чин, согласен он и покреститься, совершил, и вот уже крещение тут же, и сказать ему, прощаю-разрешаю, прочитал молитву. Ну, уже как к крещеному человеку. А просто так разрешите, тогда мы что ж, это будут бегать разные там, и атеист какой-то скажет, а дайте мне там, я вот каюсь там в чем-то такое, да, продайте молитву ему читать. А сам остается безбожником. Ну, это абсурд получается, так что нельзя рассуждать. Нет, я имею в виду при старости, человек старый, живет, живет. Да какой бы он ни был, старый или молодой, при чем здесь возраст, что он старый. Ну, старый, то есть он хочет пока, это же, от этого он еще не постареет больше, в несколько минут приняли ему, там покрестился и разрешил, что он уже. Ну, точно, священник не откажет. Ну, как он его будет читать молитву, прощаю, разрешаю, раб божий, а он не крещеный, чей он божий или сатанинский, чей, как он может считать молитву-то? Приедет, значит, покрестит. А? Приедет, покрестит, да. Если он хочет, чтобы, что готов покаяться, значит, нужно, чтобы он, хотя, если он в тяжелом состоянии, может, краткий чин, ну, какое-то крещение, краткая формочка, да. И тут же молитву прочитал, да. А как же так, иначе, ну, тут это получится, что? Тогда и креститься не надо, бери всем, прощай, разрешай, что там креститься-то. Батюшка, а вот такой вопрос, вот у нас вот истинная вера, да, вот у христиан, а вот что же будет вот с такими людьми, ну, с мусульманами, там, вот с какими-то другими конфессиями? Ну, уж мы на этот вопрос тоже уже, бери, уже многократно беседовали, но приходится повторять. Конечно, когда повторяешь, уже, ну, трудноватое бывает, все подробно там как-то сказать это не скажешь, да. Господь говорит, и же веру имет, и крестится, спасен будет. И так же и не имет веры, осужден будет, да. Ну, ну, что с ними будет? Господь, а Слово Божие говорит, внешних судит Бог. То есть те, которые вне церкви. Какой суд, но, Божий будет, это дело Божие. Как будет? Говорить о спасении, да, допустим, мусульман или там, или каких-то еще там, там, буддистов, или сколько всяких этих разных, да, уклонений от веры, да, конечно же, их нельзя сравнивать с теми, которые истинно познали Бога, приняли, да. Здесь есть ущерб, но, и можно сказать и то, что среди христиан могут оказаться такие, которые будут на самом дне адом, а мусульмане или другие могут еще быть повыше. Тут много зависит от того, как сам человек жив, вообще, смотрите, как он, апостол, говорит, язычники, не зная закона, естеством законное творят. Может, он был какой-нибудь там, это, язычник, да, мусульман или кто такой, как угодно, да, имел какую-то доброту, да, то, что естественно, да, животное творят. А христианин и закон знал, а был жестоким, не почитал родителей, вот, или по обязанности не исполнял, смотрит Господь, хотя он был, может быть, мусульман, его суд будет уже какой-то другой, но это суд Божий, внешний судит Бог, да. Но, говорит, который и веру имя-то крестится, говорит, жизнь вечная, и же не имеет веры, неправильно, здесь уже суд должен быть. Но, какой Божий суд, как мы можем тут сказать, категорично, жестко, строго сказать, что все поголовно, которые некрещенные, да, погибнут, да, это очень жесткое слово, за которое категорично так опасно говорить. Потому что, возьмите, еще до Ветхого Завета, до потопа, жили люди, еще не было крещения, да, какие-то могли быть веры, там могли жить по преданию. От прародителей, от Адама, от Евы передалось предание, кто, как его исполнял. Одни там жили, вы сказать, ну, плотским мудрованием. Как Господь там их рассудит? Это тоже своего рода были, как сказать, язычники, да. Потом пришел закон, время закона, избранный народ, которому закон был верен. И среди них еще было немало таких, которые нарушали закон. Как Господь здесь берет? Но крещения-то еще не было, да. Так и сейчас многие люди на земном шаре живут. А апостол Петр говорит, во всяком народе, бояйся Бога, делая правду, приятен ему. Но видите, слово говорит, не говорит, что они спасутся, а говорит, приятен. Раз приятен, значит, он достоин какого-то снисхождения. Но это дело Божие, суда Божие, как Господь там решит. Да, кроме этого надо знать, что Слово Божие, Евангелие, по смерти и во Аде возвещается. Вот, и Господь, и апостол говорит, сущим в темнице духовом, то есть душам человеческим, сошед проповеда. Здесь они могли не слышать проповедь или Слово Евангелие христианское, да, по разным обстоятельствам, знаете, ну, условия жизни или где-то там, да. Но были добры, а там услышали и легко его могли принять, и уже суд какой-то будет другой. Вот. А нам вот так категорически говорить, что ни в коем случае, что они не спасутся. Нет, это жесткое слово. Вот, слово. Но одно только, помни, слово, которое сказало, много званных, но мало избранных. Вот такое дело. Ну, вот в отношении этого можно так сказать говорить. А потом, все-таки, Господь, сказать, внушает. Это страшное дело. Уклоняться от истин. Потому что, если человек, живя в земной жизни, по-настоящему, искренне, в глубине души ищет Бога, по-настоящему, обязательно Господь откликается и приведет человека на путь истины, познания и спасения. Приводит, да. Где-то какое-то есть лукавство, какой-то жесткость. Он удаляется. Но мы видим и в христианской жизни. Хоть ты, сказать, и говори, ходи в церковь, да, все, и молись о Господе. Не всякий, говорит, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но творящий волю Отца. Видите? Видите? Требуется творение, жизнь сама, вот реальная, кроме знаний. Вот. Это, говорит, многие, говорит, поищут пути спасения и не обрящут его. Все зависит от сердца. Сыне, дашь мне твое сердце. Как оно, каково перед Богом? Да. Каково оно? Вот. Это дело, сказать сюда, жесткое слово, что прямое вопрос спасения. Это надо, если говорить, не крещеный, это магнитанин, значит, надо говорить. Отсегда потопные люди все поймут. Смотрите, Енок ходил перед Богом, и Бог его взял. Второе пришествие Илья Енок. Допотопные Илья, значит, во время установления, сказать, закона, да, ну, они свидетельствовать будут, да, значит, нельзя сказать, что допотопные никто не спасется. Это тоже очень жестко. Чем они могут отличаться от тех людей, которые вот сейчас живут в мире? Мало чем отличаются. И говорит, этих совершенно отвергать, значит, надо и тех совершенно отвергать. Тогда и ветхозаветные надо, да, тоже отвергать, да, как-то, или какие-то маленькие условия. Это, получается, не совсем логично, не совсем, сказать, добро, очень жестко. Вот это вопрос представить Богу. Внешних судит Бог. Придать суду Божию. Но опасно, очень опасно. Страшно есть мука вечная, да, это страшно. Что такое гиена? Говорит, как она будет конец-неконец, но, говорит, горький вкус этой гиены. Кто-то и Григорий Богослов, или Иоанн Златоуст, говорит, а кто-то из них, да. Это опасно. Ну, что ж. Ну, помоги, Господи, да. Помолимся. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...